Огромное, пустое, мглистое пространство сцены. И в глубине человек, седой, старый. Это король лир. Он сидит молча, может быть, дремлет, может быть, думает. Седой человек в седом пространстве. И еще двое в этом пространстве. Впереди слева на куче соломы молодой человек. Он лежит и читает книгу. Это Эдмонд. Направо поскрипывает какая-то огромная железная кочерга. Не то качели, не то чудом сохранившаяся старинная крепь. На ней сидит девушка, качается и поет. Это корделия. Из глубины идут двое. Граф Кент и граф Глостер. Приближенные короля. Я думал, что герцог Альбанской нравится королю больше герцога Корнуэльского. Так нам всегда казалось. Но теперь перед разделом королевства стало неясно, кого он любит больше. Части так выровнены, что при самом внимательном разборе нельзя сказать какая лучше. Это ваш сын, милорд? Я причастен сэра к его рождению. Я так часто краснел, признаваясь в этом, что постепенно перестал смущаться. Не понимаю вас. Ну, зато мать этого молодца поняла меня с первого взгляда и получила сына в люльку раньше, чем мужа в дом. Вы меня осуждаете? Да нет, если в итоге получился такой бравый малый. У меня есть и законный сын на год с чем-то старше этого, который, тем не менее, ничуть мне не дороже. Эдмонд, ты знаешь, кто этот благородный господин? Нет, милорд. Это Кент. Помни и уважай графа. Это достойнейший друг мой. Рад буду служить вашей светлости. Обещаю вам свою любовь, когда узнаю покороче. Он 9 лет был в отъезде и скоро опять уедет. Сюда идет король. И вот огромное пространство сцены приходит в движение. Кажется, что оно ожило и бесшумно надвигается на нас. Мы уже в тронном зале. Впоследствии все перемены мест действия будут связаны именно с движением этого пространства, которое будет принимать самые разные формы, растягиваясь в стороны и вновь обнаруживая пустоту. Или вдруг грозно надвигаясь на нас, как бы сметая все живое, втягивая в себя одних и выбрасывая других. В тронный зал входит король Лиха. Его дочери Гонерилья с мужем Альбани. Регана Скорнвелла. Младшая Корделия и многочисленная свита. Сходи за королем французским Глостер и герцогом Бургундским. Хорошо, мой государь. А мы вас посвятим заветные решения наши глубже. Подайте карту мне. Узнайте все. Мы разделили край наш на три части. Ермо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Король французской и бургундский герцог, два знатных соискателя руки, меньшой из дочек, тоже ждут ответа. И так как мы с себя слагаем власть, права на землю и правление краем, скажите дочери мне, кто из вас нас любит больше, чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить в прямом согласии с вашей заслугой. Ты, Гонорилия, первой говори. Моей любви не выразить словами. Вы мне милее, чем воздух, светочей, ценней богатств и всех сокровищ мира, здоровья, жизни, чести, красоты. Я вас люблю, как не любили дети, да ныне никогда своих отцов. Даем тебе весь этот край. От той черты до этой. С лесной тенью полноводим рек, полями и лугами. Им отныне, владей навек, с супругом и с детьми. Что скажет нам вторая дочь Регана, жена Корнуэлла? Говори, дитя. Отец, сестра и я одной породы, и нам одна цена. Ее ответ содержит все, что я б сама сказала, с той небольшой разницей, что я не знаю радостей других, помимо моей большой любви к вам, государь. Даем тебе с потомством эту треть в прекрасном нашем королевстве. Ширью, красой и плодородьем эта часть ничуть не хуже, чем у Гонорилии. Что скажет нам меньшая дочь, ничуть и любимая, не меньше, радость наша, помилости которой молоко Бургундии с лозой французской в споре. Что скажешь ты, чтобы заслужить от нас часть лучшую, чем сестры? Говори. Ничего, милорд. Ничего? Ничего. Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись. К несчастью, не умею высказываться вслух. Я вас люблю, как долг велит, ни больше и ни меньше. В корделе опомнись и исправь ответ, чтоб после не жалеть об этом. Вы дали жизнь мне, добрый государь. Растили и любили. В благодарность я тем же вам плачу. Люблю вас, чту и слушаюсь. На что супруги, сестрам, когда они вас любят одного? Наверное, когда я выйду замуж, часть нежности, заботы и любви я мужу передам. Я в брак вступать не стану, как сестры, чтоб любить отца. Ты говоришь, от сердца? Да, милорд. Так молода и так черства душой? Я молода, милорд, но не боюсь я правды. Вот и бери ты эту правду себе в преданное. Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости отеческих забот и кровного родства с тобой. Отныне ты мне навек чужая. Государь! Ни слова, Кент. Я больше всех любил ее и думал дней остаток провести в ней. Я разрываю связь с ней навсегда. Я посылал за королем французским. Вы слышите? Бургундский герцог где? Что вы стоите? Не слыхали, что ли? Курелл и Альвани, к своим частям прибавьте эту треть. Пускай гордыня, в которой чудится ей правда, сама ей ищет мужа. Облекаю обоих вас всей полнотою прав присущей высшей власти. Жить я буду по месяцу у каждого из вас поочередно и зачислю в свиту сто рыцарей себя. Мне с этих пор останется лишь королевский титул, а пользование выгодами власть, доход земель и воинскую силу предоставляю вам. В залог чего? Даю вам разделить мою корону. Великий лир, в ком чтил я короля, любил отца и слушал господина, кому я поклонялся. Берегись, ты видишь, лук натянут, прочь с дороги. Стреляй, не бойся прострелить мне грудь. Кент будет груб, пока мистлир безумен. Не отдавай престола, подави свою горячность. Я ручаю жизнью любовь кордели не меньше их. Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри. Ты шутишь жизнью, Кент? Своей жизнью играл не раз я на войне с врагом и снова для тебя играю ею. Прочь с глаз моих, открой их шире, лир, и приглядись внимательнее к другу. Подлец, извинни, полного государя. Убей врача, оплату за лечение отдай болезни. Отмени приказ, а то пока дышу, твердить я буду недоброе задумал. Низкая, твоей присягой заклинаю. Слушай, ты убеждал нас слово изменить, чего за нами раньше не водилось. восстал ты против нашего решения, что не мириться с нашей природой. Так вот тебе за это мы даем пять дней тебе на то, чтоб ты запасся всем, что потребует далекий путь, и на шестой покинул королевство. знай, если на десятый день найдут тебя у нас, ты будешь предан смерти. Ступай! Прощай, король. раз дома нет узды твоей гордыни, то ссылка здесь, а воля на чужбине. Дитя, я за тебя богов молю, ты честно отвечала королю. Уходит Кент, куда глаза глядят, на новом месте жить, на старый лад. Король и герцог здесь, мой государь. Мой герцог, с вас начнем переговоры. Вы сватайтесь с этим королем, за нашу дочь. Каким предельно малым преданным мог бы я вам угодить? Предложенным и только государь. А меньше вы и сами не дадите. Мы, герцог, раньше дорожили ею. Не то теперь. Ее цена упала. Она пред вами. Если что-нибудь с зданием жалко вам по вкусу, тогда берите все как есть с немилостью нашу в придачу. Простите, благородный государь, мне путь отрезан при таком условии. Оставьте же ее. Поверьте мне, я перечислил все ее богатства. за за вас я сам возлюбленный король не выдам той, кого я ненавижу. Найдите спутницу себе взамен ничтожной этой твари, от которой природа отшатнула со стыдом. Как странно. Дочь, которая недавно была кумиром, верхом совершенства любимицы отца совершила что-то такое небывалое, что вмиг лишилась вашей ласки? Вероятно, ее вина чудовищно тишка? Или вы ее любили слишком мало? Но, государь мой, если мой позор лишь в том, что я не льщу из лицемерия, что наветер я не бросаю слов и делаю добро без обещаний, прошу вас, сами объясните всем, что ни убийства, ни пятно порока, ни нравственная грязь, ни подлый шаг меня так уронили в вашем мнении, а то как раз, что я в себе ценю отсутствие умильности во взоре и льстивости в устах, что мне в вину вменяется не промах, а заслуга. Так вот в чем горе в пугливой целомудренности чувств стыдящих согласки. Как вы, герцог, что скажете? Лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчетом? Вы женитесь нами? Она сама дороже всех преданных. Лир! Отдайте Кордели обещанную часть, и я ее тот час же объявлю бургундской герцогине. Я сказал, что ничего не дам. Я клятвь не изменяю. Жаль. Но тогда с отцом вы жениха утратили. Ну что ж, бог с вами, герцог. Не я вас привлекала, а корысть. Корделия, лишенная наследства, твое богатство в бедности твоей, предан волешенная пристрастная, будь королевой Франции прекрасной. бери, бери ее, иди с ней прочь. Нам с ней не жить, она не наша дочь. Пойдемте, герцог. С сестрами прости. Прощайте. Идем, Корделия. Сестра, нам надо поговорить, как тебе нравится то, что произошло. Это с сестрой, которой он всегда любил больше нас. Это у него от возраста. Хотя он раньше плохо владел собой. Если власть отца останется в силе, его сегодняшнее отречение при таком характере ничего не даст, кроме неприятностей. Надо хорошенько подумать. И что-нибудь предпринять. комната во дворце герцога Альбанского. Входит гонерилья и дворецкий гонерильи Освальд. Правда ли Освальд, что отец прибил моего придворного за то, что тот выругал его шута? Да, милень. Все время огорчение, что не час, другая новость. В доме нет покоя. Я больше не могу. Его двору позволено буянить как угодно, а нам за мелочь всякую упрек. Когда они воротятся с охоты, я не хочу с ним говорить, скажи, я нездорова. Да не расстилайся так перед ним. Последствия беру все на себя. Вы слышите, он едет. Поменьше церемоний. Передай всем в доме это. Я хочу, чтобы дело дошло до взрыва. Плохо у меня пускай к сестре переезжает. Знаю, что у нее на это сходный взгляд. Она не даст командовать упрямцу. Сам отдал власть, а хочет управлять по-прежнему. Нет, старики как дети и требуется строгость урок. Когда добро и ласка им не впрок, запомни это. Слушаюсь, миледи. И попрохладнее с его людьми, без всякого стеснения. Подчиненным скажи, что я хочу найти предлог для объяснения. Это надоело. Сейчас я напишу письмо сестре, чтобы нам быть заодно. Готовь, обедаться. Та же комната. Входит переодетый Кент. Ну, Кент, слугой к хозяину наймись, прогнавшему тебя под страхом смерти. я буду до конца не узнаваем. Так надо для намерений моих. Не заставляйте меня ждать ни минуты. А давайте обедать. что тебе? Ты кто такой? Человек. Чем ты занимаешься? Что тебе от нас надо? Мой род занятий быть самим собой. А сам ты кто? Подлинно честный малый. Бедный как король. Чего же ты хочешь? Служить. Кому же ты хочешь служить? Вам. А разве ты меня знаешь приятель? Нет сан не но в лице у вас есть что-то такое что покоряет. Что же такое? Властность. А к какому делу ты годен? Я умею хорошо хранить тайны. Сколько тебе лет? Ну я не так молод чтобы полюбить женщину за ее пение. И не так стар чтобы сходить по ней с ума без всякой причины. 48 лет жизни за спиной у меня. Хорошо. Прислуживай мне. Если ты не разонравишься мне после обеда, я не расстанусь с тобой. Обедать. Обедать? Где мой шут? Послушай, сходи за моим дураком. Шут! Входит Освальд. Эй, ты, малый, где моя дочь? С вашего разрешения. Что он сказал? Кликни этого негодяя обратно. А? Похоже, будто все заснули. Ну как? Где это животное? Милорд, он говорит, что вашей дочери не здоровится. А почему этот невежа не вернулся, когда я его звал? Милорд, я не знаю, отчего это, но, насколько я понимаю, с вашим величеством здесь стали обращаться без должной почтительности. Это небрежный заметный герцогу, вашей дочери и даже прислуги. Вот как ты думаешь? Простите, государь, если я ошибаюсь, но я не смею молчать при мысли, что с вами не церемонится. Однако, где же мой шут? Я два дня его уже не видел. С отъезда молодой госпожи, во Францию королевский шут все время холрит. Ступай и скажи моей дочери, что я желаю с ней поговорить. Позовите сюда моего шута. водичка, водичка, сюда, сударь. Кто я, по-вашему? Вы отец герцогини. Отец герцогини? Вот как? Подлец герцога! Не смейте смотреть на меня так дерзко! Нахал! Я не позволю бить себя, милорд! А подбить тебя ногой как мяч можно? Спасибо, дружище, мне нравится твоя служба. Эй, ты! Вставай и пошел вот. Впредь будешь поучтивее. Пошел, пошел! Если ты еще раз хочешь измерить пол своей длиною, пожалуйста, не то убирайся! Благодарю тебя. А вот тебе за труды. Я тоже найму его. Вот тебе моя шапка. Носи ее. А, здравствуй, мой хороший. Как поживаешь? Взял бы ты мой колпак, приятель. А зачем он мне шут? А за тем, что ты валяешь дурака, если ты заступаешься за опального. Нет, правда, держи, брат, нос по ветру, а то простудишься. Видал этого чудака? Он прогнал своих двух дочерей, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпасе. Берегись, каналья, видишь плетку. Правду. Всегда гонят из дома, как сторожевую собаку, а лесть лежит в комнатах и воняет, как баллонка. Хочешь, куманек, выучить из речения? Ну? Наживайся тайком, не мили языком, меньше бегай пешком, больше езди верхом, не нуждайся ни в ком, не водись с игроком, не гуляй, не куди, а сиди в заперти, двадцать на двадцати сможешь приобрести. Это вздор, дурак. Бесполезный, как слова адвоката, не получившего за свою речь платы. А скажи мне, дяденька, можно из ничего извлечь какую-нибудь пользу? Нет, голубчик, из ничего не выйдет ничего. Правильно. Ну-ка, ты, странник, скажи ему, что столько же он получит со своих владений, если я ему это скажу, он мне ответит, дурак. Злой дурак. А? А ты знаешь разницу между злым и добрым? Нет, брать, научи меня. кто дал тебе совет отдать свой край другим, тот от меня сосед умом не отличим. Я злой дурак и знак того ношу колпак, а глупость добряка бедна без колпака. Ты зовешь меня дураком, братец? Остальные титулы ты роздал, а это природный. Это не так глупо, милор. Быть совсем глупым. Мне бы не позволили из зависти, если бы я взял монополию на глупость, дяденька. Лорды и вельможи поспешили бы вступить в пай со мной, да и знатные дамы тоже бы захотели урвать кусочек. Когда ты свой венец расколол пополам и отдал обе половинки, ты взвалил осла себе на спину, чтобы перенести его через грязь. Видно, мало мозгу было под твоим золотым венцом, раз ты его отдал. Если я рассуждаю как дурак, надо высечь того, кто это скажет. Приходит дуракам конец, не спрос на них сегодня, разумные себя ведут, безумных сухум азброднят. Давно ли это ты, брат, так распелся? С тех пор как ты из дочерей своих сделал матерей для себя, дал им в руки розги и стал спускать с себя штаны. А нет радости зовы, а я црамы что государь мой простофеля и поступил в шуты. Найми мне, дяденька, учителя. Я хочу научиться врать. Если ты будешь врать, я тебя выпарю. Как странно, что между тобой и твоими дочерьми нет ничего общего. они грозятся отлистать меня за правду. Ты за ложь, а иногда бьют просто за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно, только не шутом. И однако я не хотел бы быть тобою, дяденька. Ты обкарнал свой ум с обеих сторон и ничего не оставил в середке. А? А? Один из обрезка. А, Гонрилья, доченька, к чему эта хмурость? Последние дни ты все время дуешься. Ты был довольно славным малым во время он, когда тебя не интересовало. дуется она или нет, а теперь ты нуль без цифры. Прожил жизнь оглубь как пень, корки нет прочетный видень. Не только этот ваш развязный шут, вся ваша невоспитанная дворня бронит и осуждает все вокруг, ежечасно предается буйству. Я думала, услышав мой упрек, вы прекратите это. Но узнала, что сами вы на деле и словах потворствуете этим безобразием. Не гневайтесь. Но если это так, мне видимо теперь самой придется принять крутые меры. Я прошу не обижаться. А ты как думал? Как ты думал, дяденька? Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил ее все время. Потухла свечка. Вот мы и в потемках. Моя ли ты дочь? Прислушайтесь, отец, к моим предупреждениям. призовите весь ум когда-то отличавший вас и бросьте ваши новые замашки, которые совсем вам не к лицу. Надо быть озлом, чтобы не понять, что все здесь шиворот на выворот яйца курицу учит. Просто загляденье. Скажите, кто я? Видно, я не лир, не тот у лиров взгляд, не та походка. Он видно погружен в глубокий сон. Он грезит. Но его так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит? Тень лира. Я действительно хочу знать, кто я, потому что мое королевское достоинство и некоторые другие признаки наводят меня на ложную мысль, будто у меня есть дочери, которые... которые хотят сделать из тебя послушного отца. Как ваше имя, госпожа моя? В вопросе вашем столько же притворства, как в прочих ваших выходках. Я прошу понять меня как следует. Вы старый, почтенный, вы должны быть образцом. Здесь с вами сотня рыцарей и сквайров, бедовый и отчаянный народ, благодаря которым этот замок похож на балаган или кабак. Распорядитесь, прекратить бесчинство, как должен стыд самим вам подсказать. Вас просит та, кому не подобает просить и легче приказать. Извольте распустить часть вашей свиты. Оставьте малое число людей, которые не будут забываться и буйствовать. Собрать в дорогу свитку. Бездушный выродок, я впредь тебе не буду докучать своей особой. Еще есть дочь у нас. Вы бьете слуг моих. Ваш пьяный сброд кричит на старших, как на подчиненных. Плох тот, кто поздно кается. Вы альбани с ней тоже заодно? коней сирвайте. Сэр, не волнуйтесь. Ненасытный коршун, ты лжешь. Те выхранители мои испытанный народ высоких качеств и сами дорожат своею честью. В путь, господа. Милорд, в чем суть? Я ничего не знаю и не повинен. Верю вам, милорд. Услышь меня, услышь меня, природа, и если создавала эту тварь для чья дороги, отмени решение. Срази ее бесплодьем и суши в ней навсегда способность к материнству, пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка. А если ей судьба имеет дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой и сброздит морщинами ей лоб, и щеки в юности разъезд слезами, чтобы она могла понять, насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка. вруч отсюда! Ради всех богов на что он в гневе? Толковать не стоит, впадает в детство, пусть себя шумит. не стоит, Куда девалась половина свитая? Их было сто, а стало пятьдесят. На что вы сердитесь? Сейчас отвечу. О, жизнь и смерть стыжусь, что я забыл из-за тебя о том, что я мужчина, что эти слезы вызваны тобой, нисколько их не стоящие. О, не плачьте вы старческие глупые глаза, а то я вырву вас и брошу на земь вас след слезам. Вот до чего дошло. Ну, будь, что будет, еще другая дочь есть у меня. Она добра, я на нее надеюсь. я расскажу ей про тебя. Она ногтями исцарапает волчица лицо тебя. Не думай, я верну себе всю мощь, которую я лишился, как ты вообразила. Я верну. ты это слышал? Слышал, Ганерилья, но быть пристрастным из любви к тебе довольна, а ты скорее в тлут, шут. Живей, ступай за господином. Дяденька Лир, дяденька Лир, возьми своего шута. С лесой и с капканой и с дочкой поганой кончаясь, не смущаясь, но жаль, не имею петли и аркана и сам убираюсь. Двор в замке герцога Альбанского. Входят Лир, Кент и шут. Поезжай в Глостер к дочери Гане с этим письмом. Не прибавляй ничего от себя, а только отвечай на вопросы, которые она задаст тебе, прочтя письмо. Если ты не поторопишься, я приеду туда раньше тебя. Я глаз не сомкну, милорд, пока не передам вашего письма. Увидишь, как милостливо встретит тебя другая дочь, хотя одна похожа на другую, как лесное яблоко на садовое. Позволь мне знать то, что я знаю. Что же ты знаешь, дружок? Что на вкус они окажутся такими же кислыми, как два лесных. Готовы, лошади? Твои ослы пошли за ними. Удивительная причина. Дяденька, по которой в 7 звезде 7 звезд, а не больше. Потому что их не 8. Правильно. Из тебя бы вышел хороший шут. Если бы ты был моим шутом, я бы тебя колотил. за то, что ты состарился раньше времени. Как это? Тебе нельзя было стариться, пока не поумнейше. Готовы, лошади? Ну, лорд, готовы. Едемте. двор в замке графа Глостера. Быстро входит Эдмонд. Отец велел найти и взять под стражу брата. Еще одно мне дело предстоит. Потребуется скорость и решимость. Брат! Брат! Брат, на два слова! Слышишь, брат? Скорее! Что, брат? Эдмонд, брат, за тобой отец следит. Отец! Спасайся! Он выведал, где прячу я тебя. Беги, воспользовавшись мраком ночи. Брат, сюда отец идет. Спасайся! Прости, притворно свой меч я обнажу против тебя. Вынь свой для виду. Отбивай! Сдавайся! Теперь, пока мест нет отца, беги! Огня сюда! Спасайся, брат, спасайся! Эй, люди, свакивали! Так, прощай. Немного крови, чтобы отец подумал, что бой был жаркой. Ничего, люди во хмелю сильнее себя кромзают смеха ради. Отец! Отец! Отец, на помощь! Где этот Илья? Вот здесь. Сейчас. В потемках он стоял с мечом и призывал Луну помочь злодей. Ну, где он? Да посмотрите, я в крови. Ну, где этот, негодяй? Открылся, а не тваришь убедился, что не мог. Постой! Поймать его! Скорей! Погоню! Не мог. Чего? Не мог меня склонить к тому, чтобы я убил вас. Безуспешно я говорил, как небеса казнят отца убить. Напоминал о связях между родителями, детьми, увидев мой испуг и отвращение. Он вынул меч, нанес с плеча удар и ранил в руку. Поимки не избегнет, а схватит и конец. Он мне не сын. Приехал Ярцик с неизвестной целью. Я упрошу его закрыть пути и гавани. Не улизнет преступник. Мы для его поимки разошлем по всей стране его изображения. Тебе же, мальчик мой, я передам права наследовать мои владения. Входят герцог Корнуэльский, Рыгана и слуги. Ну как, мой друг, едва я вам приехал. Я новости ужасно не узнал. Неужто крестник моего отца Эдгар на вашу жизнь мог покушаться. О, леди, леди, совестно признать. Вы знаете, зачем мы к вам явились. Причем не вовремя, ночной порой. Тому причиной важные события, насчет которых нужен ваш совет. Отец с сестрою пишут нам о ссоре. Их спор я предпочла бы разобрать на чьей-нибудь чужой, не нашей почве и дать оттуда на письмо ответ. Ганцы здесь дожидаются. Заставьте себя отвлечься от своих невзгод для наших нетерпящих отлагательств. Рад вам служить, миледи. За честь почту гостями видеть вас обоих. лес. Лес. появляется Эдгар. Я слышал, что я объявлен вне закона и скрылся от погони здесь, в дупле, все гавани закрыты, нет местечка, где не расставлены мне западни. Я буду прятаться, пока удастся. Приму нарочно самый жалкий вид из всех, к каким людей приводит бедность, почти что превращая их в зверей. Возьму пример. Сбродяг и полоумных из Бедлама. Они блуждают с воплями кругом, себе втыкают в руки иглы, гвозди и, наводя своим обличьем ужас, сбирают подаяния в деревнях. Какой-нибудь несчастный том еще ведь значит что-то. А я, Эдгар, не значу ничего. И снова перед замком Глостера. Кент в колодках. Входит лир, шут и несколько придворных. Будь славен, благородный государь. Лошадей привязывают за голову, собак и медведи за шею обезьян поперек туловища, а людей за ноги. А кто очень прыток, одевает на ноги. Деревянные чулки, жесткие на нем подвязки. Кто в должности твоей не оценил и посадить посмел тебя в колодке? Он и она. Ваш зять и ваша дочь. Нет. Да. Нет, говорю я. А я говорю да. Нет. Нет. Они бы не посмели. Да вот. Посмели, как видно. Не верю. Они бы не решились, не могли. Ведь это хуже убийства. Предумышленно нанести такое оскорбление. Что ты сделал, ты мой посол, чтоб на себя навлечь такой позор? Когда, привезший в замок от вашего величества письмо, его сдавал я, стоя на коленях, вбежал в поту, в пыли другой гонец. Он им привез письмо от гонорилии, с которым и протиснулся вперед, не давший мне докончить поручение. Когда они прочли ее письмо, то заспешили и, собравшись в виду, вскочили на коней, велевши мне поехать вслед и ожидать ответа. Тут я наткнулся снова на гонца, который повредил мне на приеме, того же самого, что говорил вам дерзости на днях у гонорилии. Вспылив сильней, чем разум позволял я, вынул меч, и он трусливым криком собрал весь дом. Ваш зять и дочь нашли, что поведение мое достойно такого наказания. Где дочь, ты говоришь? Она в гостях у графа в заньке. Но с королем так мало вас. Где остальная свита? Все люди с нюхом, и при том не слепые, глядят в оба. Из двадцати нет ни одного, чтобы не почувствовал, когда начинает плохо пахнуть. Отходи в сторону, когда с горы катится большое колесо, чтобы оно тебе не переломало шею. И хватайся за него, когда оно поднимается вверх. Того, кто служит за барыш и только деньги ценит, В опасности не сохранишь, и он в беде изменит. Но шут той преданный простак, тебя он не оставит. Лукавый попадет в просак, а глупый не слукавит. А глупый не слукавит. Где ты, дурак, это выучил? Где бы не выучил, да только не в колодках, как ты, дурак. Не могут говорить со мной больны, утомлены дорогой. Отговорки, непослушание знать. Пусть они как следует ответят. Государь мой, вы знаете, как герцог сгоряча неукротим, его не переспоришь. Мне надо, надо, понимаешь, Глостер? Мне надо видеть герцога с женой. Однако погоди, какого черта сидит в колодках этот человек? Нет, их отъест сюда одна увертка. Освободить его. Ступай, скажи ему и ей, что я хочу их видеть немедленно, что я им приказал прийти для объяснений. А иначе я барабанить в спальне прикажу, так, чтоб скончались спящие от страха. Как больно бьется сердце. Тише, тише. Прикритни на него, дяденька. Как кухарка, на угрей, которых она запекала живьем в тесте. Она их щелкала палкой по головам и приговаривала. Не высовывайтесь. А ее брат так любил свою лошадь, что кормил сеном. С маслом. Привет вам, дети. Добрый день, милорд. Я рада вашей светлости. Еще бы. А, тебя освободили. Но об этом после. Моя Рогана, дорогая, знай, твоя сестра большая негодяйка. Она как коршун мне вонзила в грудь жестокости своей дочерней когти. Не в силах говорить. Ты угадать не можешь, сколько злости в ней, Рогана. Спокойней, сэр. А я убеждена, что вы совсем без всяких оснований несправедливы к ней. Как мне понять? Мне трудно допустить, чтобы Гонорилья могла забыть свой долг. А если ей пришлось унять бесчинство вашей свиты, я одобряю этот трезвый шаг. Будь проклята она! Отец, вы старый. Жизнь вашего предела. Вам нужна поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Поэтому, пожалуйста, вернитесь к сестре. Чистосердечно перед ней сознайтесь в том, что были вы неправы. Просить у ней прощения? А на что похоже это будет? Полюбуйся! Родная дочь, никчевень я и стар. Не откажи, молю я на коленях, дать мне одежду, пищу и постель. Оставьте сковорочничать! Довольно. Вернитесь к ней. Рогана никогда. Она мне вдвое сократила свиту, смотрела из-под лобья на меня, словами ядовитым язвила. Пусть небеса обрушат месть свою ей на голову. Боги! И меня, наверное, также в припадке гнева будете вы клясть. Тебя? О, нет! За что ж тебя, Рогана? Твой кроткий нрав мне повода не даст, ее надменный взгляд приводит в ярость, а твой миротворит. Не станешь ты отказывать мне в радостях и в средствах на содержание моего двора и запираться при моем приходе. Ты не глуха ведь голосу родства законам вежливости, чувству долга. Забыть не сможешь ты, что я тебе полкоролевства отдал. Ближе к делу. В колодке кем был посажен мой слуга? Чей это трубой? О, Господи! Сударня! Вот мирозавец! Чванливо наглый, потому что он уверен в покровительстве хозяйки. Прочь! С глаз моих! В чем дело? Почему приказу был мой человек в колодках, убежден, что ты не знала этого Рогана? Ну, нет. Кто это? Гонорилья. И на меня глядеть тебе не стыдно? Уже ли, Рогана, ты подашь ей руку? Подаст, конечно. Отчего же нет? Не все порок, что кажется пороком безумца и брюзге. О, грудь моя снесла все это и цела осталась. Как угодил в колодке мой слуга? По моему приказу я напрасно его еще так мягко наказал. Так это вы осмелились. Вы сами? Не забывайте лет своих. Отец, живите в соответствии с годами. Сначала погостите у сестры, пол свитера спустив, а через месяц пожалуйте с таким же штатом к нам. Я здесь сама в гостях и не успела для встречи с вами приготовить дом. вернуться к ней и распустить пол свиты. Вернуться к ней я лучше соглашусь подручным быть у этого лакея. Как вам угодно. гонорилья, дочка, не своди меня с ума. Я более не буду мешать тебе. Прощай, мое дитя, я больше никогда с тобой не встречусь. но все что и плоть, ты кровь, ты дочь моя, или вернее болячка этой плоти, и стало быть моя болезнь, нарыв, да, опухоль с моею гнойной кровью. Я не броню тебя, пускай в тебе самой когда-нибудь проснется совесть. исправься в меру сил. Я подожду. Я в это время буду жить с роганой в кругу старой царей. Прошу простить. Принять вас я к несчастью не готова. Я не ждала вас. Знаете, отец, послушайте сестры. Вы пошумели, вы старой, все забыто, а сестре виднее, что делать. К месту ли эти речи? Она права. Пол сотни человек вполне довольна. Не уж ли мало? Да нет, этих много чересчур, и дорого, и страшно, согласитесь, при двоевласти с этакой толпой хранить порядок в доме невозможно. И, наконец, скажите, чем вам плохо ход ее или моей прислуги? И правда, сэр, когда не угодят, мы проберем их. Кстати, при наездах ко мне боюсь, я вам позволю взять лишь двадцать пять, не больше провожатых. Я все вам дал. И вовремя отец все передал на ваше усмотрение и только выговорил для себя сто рыцарей. Правильно ли я слышал? Из них могу я взять лишь двадцать пять? Сказала ты, Регана. Да, сказала. Лишь двадцать пять. Еще раз повторю. Плохие стало быть, не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош. тогда к тебе я еду. Пол сотни больше двадцати пяти в два раза. Значит, ты в два раза лучше. Сказать по правде эти двадцать пять и десять или пять излишне в доме, где вам приставят вдвое больше слуг. Ни одного не нужно. Не ссылайся на то, что нужно. Нищие те в нужде имеют что-нибудь в избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным. Ты женщина, зачем же ты в шалках? Ведь цель одежды только чтоб не зябнуть, а эта ткань не греет так тонка, что неотложно нужна мне терпения. Вот в чем нужна. Терпения нужна мне. О, боги, вот я здесь. Я стар и беден, согбен годами горем и нуждой. Пусть боги даже вашим попущением восстали дочери против отца, не смейтесь больше надо мной. Выдохните в меня высокой гнев. Я не хочу, чтоб средства женской обороны слезы пятнали мне мужские щеки. Дед, я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел след. Вам кажется, я плачу. Я не плачу, я вправе плакать, но на сто частей порвется сердце прежде, чем посмею я плакать. шут мой, я схожу с ума. Нет, нет, дай, ты лучше. уйдемте, начинаются гроза. Здесь в доме тесно, старика со свитой, немыслимо здесь было бы разместить. Сам виноват, зачем мой дом оставил? Пускай теперь пеняет на себя, его бы я охотно приютила, но больше никого. Да, ты права, где гносто? Ушелся стариком, вот он вернулся в короле, бушует вся кровь от Венера. Что припимет он? Велел всем на коня, куда не знаю. Ну что ж, пускай, не надо вам намешать. Не уговаривайте, чтоб остался. Темнеет скоро, наступает ночь, бушует вихрь, на много миль в округе нет ни куста. Что ж, по делу, плоды его упрянства, ему наука на будущее время. Мой совет замкнуть ворота. С ним головорезой и без труда его подговорят на что угодно. Будем осторожны. Запрети входы, граф. Жена права. Не есть твоя ночь. Уйдем от бури. к кое-ку, танк, степь буря все нарастает сходятся с разных сторон кент и придвор я знаю вас а где король один с неистовой стихией заклиная чтоб ветер стунул землю в океан или обрушил океан на землю чтоб мир переменился или погиб но кто с ним ни никого один лишь шут старающийся шутками развеять его тоску сэр по всему тому что знаю я о вас я вам доверю существенную тайну мира нет между двумя зятьями короля как это не скрывают до сих пор выстерзан на наш край явилось войско из франции не сегодня завтра она подняв знамена вступит в бой доверьтесь мне и поспешите в дувр там вы найдете ту кто наградит вас щедро за подробное известие короля о страшной роковой беде его вы встретите горделью вот вам мое кольцо вы ей его покажете при встрече и от нее узнаете поздней кто я ваш незнакомый собеседник ну и краса пойду за королем другой конец степи буря продолжается идут лир и шут дой вечер дой пока не лопнут щеки лей дождь как из ведра и затопи верхушки флюгеров и колоколем вы стрелы молнии быстрые как мысль деревья расщепляющая жгите мою седую голову ты беру лепешку сплю с невыпуклость вселенной и в прах развеи про образы вещей и семена людей неблагодарных дяденька вернемся обратно домой и попросим у твоих дочерей отпущения и грехов такая ночь не разбирает ни дураков ни умных ой вихрь вовсю жди молния эй ливень вихрь гром и ливень вы не дочки меня я вас не упрекаю в бессердечи я царством не дарил не звал детьми ничем не обязал так это свершится вся ваша злая воля надо мной я ваша жертва бедный старый славный но я ошибся вы не в стороне нет духи разрушения вы в союзе с моими дочерьми и войском всем набросились на голову седую такого старика не стыдно ли вам кто в брак вступает в торопях не позаботившись о доме тот скоро будет весь в овшах как оборванец на соломе внимание надо посвящать душе а не большому пальцу а то мозоль не даст вам спать пустяк вас превратит в страдальца не нравится а была ли на свете красавица которая б не дулась на свое зеркало о нет я буду образцом терпения ни слова больше не скажу вы вот где сэр ночную тварь и дубы такая ночь спугнула не в наших силах вынес без последствий так много горя боги в высоте гремящие перстом отметьте ныне своих врагов преступник на душе твоей лежит сокрытое злодейство опомнись и покайся на душе руку спрячь кровавую непойманный убийца кровосмеситель с праведным лицом клетвопреступник с обликом святого откройте тайники своих сердец гнездилища порока и просите помилования свыше я не так перед другими грешен как другие передо мной с открытой головой здесь рядом есть шалаш он вас укроет от бури я кажется сейчас сойду с ума что милый друг с тобой озяб бедняжка озяб и я где брать твой шалаш мой бедный шут средь собственного горя мне так же краем сердца жаль тебя у кого ума крупится тот снесет и дождь и град он ненастья не боится счастью и несчастью рад верный дружок ну веди нас в свой шалат иди иди сюда комната в замке Глостера входит Глостер и Эдмонд 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 не нравится мне это бессердече когда я попросил у них позволение помочь ему они запретили мне под страхом вечный опал и заикаться о нем просить за него и как бы то ни было его поддерживать в высшей степени дико и бесчеловечное ладно помалковой я получил письмо о нем опасно говорить я запер его у себя в комнате несправедливости которые терпит король не останутся без отмщения в стране высадилось чужое войско мы должны стать на сторону короля я отыщу его и тайно помогу ему ты же займи разговором герцога и если спросят где я скажу что болен и лег в постель странные дела творятся Эдмонд будь пожалуйста поосторожнее про тайную поддержку короля и про письмо я герцогу открою старик пропал я выдвинусь вперед он пожил и довольна мой черед шалаш на краю степи буря продолжается входят лир кент и шут вот он шалаш вот он вот он войдите государь не стойте в бурю под открытым небом простудитесь ступай оставь меня войдите ты разбить мне сердце хочешь охотнее я разобью свое войдите-ка сюда да какой ты странный ты думаешь промокнуть до костей такое горе при бодром духе тело чувствительное а у меня в груди все вытеснено вон душевной бурей одно томит одно я осознаю одно дочернюю неблагодарность в такую ночь рогана гонорилья отца который стар и отдал все и вас любил слабеет мой рассудок от этого легко сойти с ума мой государ укроемся под крышей иди вперед дружок ты нищ без крова я помолюсь и тоже лягу спать иди иди бездомные ноги и горемыки где вы сейчас чем отразите вы удары этой лютой непогоды в лохмотьях с непокрытой головой и тощим брюхом как я мало думал об этом прежде вот тебе урок богач надменный встань на место бедных почувствуй то что чувствуют они и дай им часть от своего избытка в знак высшей справедливости небес дяденька не ходи сюда не ходи там нечистая сила дяденька дяденька кто там злой дух он говорит что его давут бедный дом эй ты рычащий там в салоне выйди бегите спасайтесь бесы гонится гонится за мной в терновнике северный ветер свистит ложись в холодную постель и согрейся ты отдал все своим двум дочерям и стал таким подайте милостынку бедному тому храни бог ваш ум в целость тому холодно подайте тому на пропитание бес мучит его вот он поганый вот он ну погоди ну погоди вот я его вот я его что стало с человеком из-за дочек у него нет дочерей государь сгинь отрицатель кто мог надругаться над бедным кроме жадных дочерей сидел на кочке пили кок сидел на бугорке эта проклятая ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших берегись злого духа почитай родителей не божис будь верен слову не заглядывайся на чужую жену не приучай своей милой к роскоши дому холодно неужели вот это собственно и есть человек присмотритесь к нему на нем все свое ничего чужого мы все с вами поддельные а он настоящий непрекрашенный человек и есть именно это бедное голое двуногое животное и больше ничего долой долой себя все лишнее расстегни-ка мне вот перестань не такая ночь чтобы купаться государь смотрите кажется к нам кто вы такие как ваши имена имена мое имя бедный том каком вы низком обществе милорд бедный том азиап государь пойдемте отведу в пристанище где есть огонь и пища пойдемте с ним куда он пригласил я этого философа сперва хочу спросить что ты постиг как бесов изгонять и гадов бить я с ним позавещаюсь придется уступить видимо придется пойдем-ка с нами братец шевелись пожалуйте афининин почтян но только тише тише я вас прошу дяденька дяденька ферма у замка Глостера входят Глостер, Лир, Кент, Шут и Эдгар здесь все-таки лучше чем на открытом воздухе пойду придумаю еще что-нибудь чтобы было поудобнее награди вас боги за вашу доброту а скажи дяденька какое звание у полоумного он дворянин или просто людин король король да будет так я буду их судить ты бедный том садись сюда ты сведущий судья садись ты сюда мудрец я вас лисицы Миш как он на них уставился опустите на суде глаза сударыня вам плохо государь ведь так нельзя прилягте отдохните начнем допрос свидетелей вперед садись сюда ты в мантии судейской а ты сюда с ним рядом на скамью а вы сюда присяжный заседатель рассудим справедливо мяу 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 это кошка серая допросим ее первую это гонорилья клятвенно утверждаю перед этим почтенным собранием что она пинками вытолкала бедного короля отца своего подойдите сюда сударыня ваше имя гонорилья она не будет отрицать этого простите я принял вас за скамейку а вот другая этот взгляд косой свидетельствует о ее двуличье куда держи к оружию огня подкуплен суд зачем судья лукавый ты дал ей улизнуть сохрани боги твой ум в целости как страшно это все где государь хваленая была и ваша ясность судья я требую медицинское вскрытие роганы исследуйте что у нее в области сердца почему оно каменное прилягте государь и отдохните не шумите не шумите задерните полок так хорошо завтра встанем утром поужинаем утром поужина а я лягу спать полдень Полдень. Где король? Здесь он. Но тише он ума лишился. Я заговор против него подслушал. Его хотят убить. Носилки здесь. Уложите его и мигом в Дувр. Там все уже готово. Поторопись унести его скорей. Минута дорога. Промедлишь гибель ему и нам. Помог бы донести нам господина. Тири, Лири, Поехали. По ярмаркам, по базарам, да по святым местам. Комната в замке Глостера. Герцог Корнуэльский, Рыгана, Гонорилья, Эдмонд и слуги. Поезжайте скорее к вашему мужу, дорогая Гонорилья, и покажите ему это письмо. Французские войска высадились. Отыскать изменника Глостера. Повесить его немедленно. Вырвать у него глаза. Оставьте это моему гневу. Эдмонд, поезжайте с нашей сестрой к ее мужу. Лучше вам не видеть взыскание, которое мы подвергнем вашего предателя отца. Сообщите герцогу о всемирной поспешности в вооружении. Мы тоже приготовимся. Поддерживайте с нами быструю и постоянную связь. Прощайте, дорогая сестра. Прощайте, граф Глостер. Освальд, это ты. Ну что, узнал ты, где король? Ему помог бежать отсюда Глостер. При короле до 35 приверженцев. Они всю ночь его искали и с ним столкнулись у ворот. Ватага эта с графской подмогой пустилась к Дувру. Там, по их словам, их ждут друзья с большой военной силой. Подайте герцогини лошадей! Прощайте, сестра! Прощайте, герцог! Прощайте, герцог! Прощай, мунд! Немедленно найти злодея Глостера! Связать, как вора, и привезти. Хотя его нельзя казнить без видимости правосудия, найдем мы способ ярость утолить, не возбуждая толков. Ах, предатель! Коварная лисица! Это он! Вяжите крепче высохшие руки! Милорд! Миледи! Не платите злом за доброе мое гостеприимство! Вяжите! Я сказал! Не так! Не так! Покрепче! Бессовестный! Неправда! Я с совестью! А вы вот без души! Привязывайте крепче! Будешь помнить, предатель! Старику рвать бороду! Так сед и так коварен! Бессовестный! И те волоса, которые ты вырвала, предстанут на будущем суде! Я кровь вам дала! А вы мне как разбойники и увечите лицо, что надо вам! А какие вам на днях прислали письма из Франции? Ответьте напрямик, мы знаем все! В каком вы сговоре с врагом, ворвавшимся в наш край? Куда вы короля припроводили? Письмо не от врага, а от несостороннего. Не смейте вилять! Неправда! Куда ты короля отправил? В дом! Как это? Вдувр! Наперекор запрету? Пусть объяснит, с какой целью вдовр. Я связанный сижу. Глумить волю. Зачем же вдовр? Чтобы не видеть, как вырвешь ты у старика глаза когтями хищницы, как клык кабани и вонзит твоя свирепая сестра в помазанье катела. Когда б в такую бурю ворот завыли б волки, приказать бы надо впусти их сторож. Бешенство и злость сдались бы, но не ты. Но я увижу, как гром испепелит таких детей. Увидишь? Никогда ты не увидишь. Держите крепче. Молодцы. Сейчас я растопчу твои глаза ногами. кто думает до старости дожить ко мне на помощь. О, ужас бои, бои. Рви и второй. Он первому укор. Ну что? Увидишь? Опустите руку! А я с детства вам служил, но в этот миг служу, всего усерднее увещая, что бы вы одумались. Ты смеешь, пес? Подумайтесь и вы! Будь вы мужчины, я вас за это за бороду взял! Что вы творите? Раб! Я буду драться за правый гнев! За яичь твой бунтовать умри! Убили. Граф, у вас по счастью остался глаз один. Взгляните им, как он наказан. Он не увидит. Вон гадостные слизь наружу. А вы гадостные слизь. Ну, где твой блеск? А-а-а! 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 Отвяжите. О, тьма, о, безудержность! О, мой Эдмонд! Эдмонд, сыновью любовь, раздуй в пожар и отмсти за это! Не стоишь ты того, чтоб называть его по имени. Тебя он выдал, он верен нам, и честь ему не дашь жалеть тебя. О, как я ошибался! Эдгар был оклеветан. Небеса, помилуйте. Спасите мне эту карулю. Гоните в шею. Носом пусть найдет дорогу в Дувр. Милорд, мой друг, что с вами? Я ранен. Дай тебе попробуюсь. Идем. Слепца за дверь. А мертвого холопа на свалку. Только кровью не истечь. Не вовремя я ранен. Дайте руку. Солдаты и слуги толкают перед собой телегу. На эту телегу кладут тела Корнуэлла и его безымянного раба. Солдаты и слуги толкают перед собой телегу. Солдаты и слуги толкают перед собой телегу. Степь. Появляется Эдгар. Отверженным быть лучше, чем блистать, И быть предметом скрытого презрения. Для тех, кто пал на низшую ступень, Открыт подъем и некуда уж падать. Кто там? Мой отец с поводырём. Кто тут? О, боги! О, боги! Разве был я в праве сказать, Что я достиг предела мук. Куда идёшь, приятель? Это нищий? И полоумный. Он не так уж глуп. Раз кормится, я взять хочу его в поводыри. Он полоумный. В наш век слепцам безумцы, вожаки, Исполни просьбу и ступай отсюда. Восьмой десяток, как я у вас и вашего отца, Мой добрый граф, возделываю землю. Уйди, мой друг. Меня уж не спасти, а ты себя погубишь. Я дам ему одежду и будь что будет. Эй, голяк! Том зягнет. Я больше притворяться не могу. Подойди сюда. Притворяться надо. Да будет мир глазам твоим в крови. Ты знаешь Дуврскую дорогу? Да, господин. Со всеми мостками и переходами, Проезжую пешеходную. Чур тебя добрый человек от бесов. Вот, кошелёк. Возьми его, бедняк. Бывал ты в Дувре? Да, господин. Там есть один утёс. Большой, нависший круто над пучелей. Поможешь мне забраться на обрыв, Я награжу тебя. Оттуда больше не надо будет мне поводыря. Дай руку. Бедный Том тебя проводит. Французский лагерь близ Дувра. Быстро входят Кент и придворный. Почему французский король так неожиданно вернулся во Францию? Вы не слышали, какова причина? Его отозвали туда важные государственные дела. Кому передал он командование? Маршалу Франции. Вызвало ли чтение писем, которые вы передали королеве? Печаль у неё. Случалось ли вам видеть дочь сквозь солнце? Так, улыбаясь, сплакала она. Видно, склад душевный заложен свыше. Разве бы дала одна чета столь разное потомство? Вы после с ней не говорили? Нет. Так знайте, в Дувре лир. Минутами приходит он в сознание, Но отклоняет мысль увидеть дочь. Милорд, а в чём причина эта? Всё время он сгорает со стыда, что так её обидел. Стыд этот не даёт ему покоя. Об Альбоне и Корнелле слыхали? Слыхал. Их силы движутся сюда. Ну, хорошо. Я провожу вас к Лиру и с ним оставлю. И снова там же, во французском лагере. Входят Корделия, врач, офицеры и солдаты. Да, это он. Сейчас мне очевидцы рассказали. Распевает вслух, идёт и буйствует. На нём венок из кашки васильков. Пошлите роту в поле. Пусть солдаты обыщат каждый акр высокой ржи. Найдите мне его. Способны ли знания вернуть ему рассудок? Средство имеется такое, госпожа. Больничная сиделка – наш отдых. Ну, а вернуть ему покой и усыпить бессонный бред помогут наши травы. У силы чудотворной земли, подобно глаз моих слезам, забейте ключами и уймите боль души несчастного. Ищите же, ищите немедленно его, чтоб не взначай, отчаясь, не покончил он с собой. Войска британцев близко, госпожа. Я это знала раньше. Мы готовы тебя в защиту, дорогой отец. Одна из комнат в замке Глостера. Быстро входят Рыгана и Освальд. Брат, выставил войска? Да, госпожа. Он сам при них? С большой мне охотой его жена воинственная, чем он. Эдмонд и герцог говорили в замке? Нет, госпожа. Что может содержать письмо сестры к нему? Не знаю, леди. Он выехал отсюда по делам. Безумием было Глостеру слепому оставить жизнь. Куда он не придет, он против нас поднимет всех на свете. Мне кажется, из жалости Эдмонд поехал сократить его мучения, а также на разведку вражьих сил. Мне надо бы нагнать его с посланием. Мы завтра выступаем. До утра. Останься здесь. Пути небезопасны. Мне строго приказала госпожа не медлить ни минуты в этом деле. О чем писать Эдмонду ей? Нельзя послать распоряжение разве устно? Послушай, ты меня обяжешь. Дай письмо мне распечатать. Сударыня, скорее. Да знаю я. Сестра не любит своего супруга. И на Эдмонда у меня в тот раз бросала выразительные взгляды. Ведь ты ее пособник. Ну что вы, я… Не отрицай. Прекрасно это знаю. Так вот что я скажу тебе. Мой муж скончался. Я помолвлена с Эдмондом. Он больше мне подходит, чем сестре. Отдумай это. А сестра пусть будет наперед благоразумней. Так я, скажи, советую. Найдешь изменника слепого. Помни, много дам я тому, кто устранит его. А если б госпожа мне он попался, я б доказал на чьей стороне. Счастливого пути. Пустынная каменистая местность близ Дувра. Идут Глостер и Эдгар, одетые крестьянином. Узбережение. Утёс. Как бы… Как же мы взберёмся на утёс? Мы всходим. Замечаете, как круто. Я думал здесь равнина. Нет. Обрыв. Вы слышите? Шум моря. Нет, не слышу. Как видно, под влиянием слепоты все чувства притупились у вас. Возможно. Мне кажется, твой голос стал иным. Ты говоришь яснее и толковее. Вы ошибаетесь. Я все такой же. Другое платье. Разговор стал глажит. Вот это место. Стойте, господин. Какая жуть заглядывать с обрыва в такую глубь. Довольно. Голова б не закружилась. Еще слетишь. Нет, лучше не глядеть. Поставь меня туда, где сам ты. Дайте руку. Вы на краю. Пусти меня. Вот новый кошелек в придачу к прежнему. Подальше отойди. Простись со мной. Дай убедиться мне, что ты ушел. Прощайте, добрый сэр. Прощай, мой милый. Пародию этой на прыжок. Я вылечить его хочу. Благословите и боги Эдегара. И если жив он. Ну, прощай. Прощай. Иду. Ушел. Небезопасный опыт. При мысленном решении умереть смертельно даже мнимая попытка. Очнитесь. Сударь. Не шутя его, могло убить волнение. Нет. Он ожил. Кто ты такой? Прочь. Дай мне умереть. Вот чудо! Что-нибудь еще? Промолви? Действительно упал я. Или нет? С той меловой скалы. Взгляни-ка, видишь? Ты туда и жаворонку не взлететь. Да ты протри глаза. Я их лишился. Ужель страданию право не дано искать развязки в смерти? Эту больность прощали все тираны. Каждый мог уйти из жизни, чтоб не подчиняться. Привстань. Твердо ли стоишь ты? Слишком твердо. Тебя, родимый, поздравить можно. Небеса спасли от гибели тебя. Они все могут. Я понял все. Отныне покорюсь. Судьбе безропотно. Пока нас сама не скажет. Уходи. Ну вот. И успокойся. Говори пароль. Душистый майерон. Проходи. Кто это? Знакомый голос. А, гонорилья с седой бородой. Что это? Не король. Знакомый голос. Король. И до конца ногтей король. Взгляну в упор, и подданный трепещет. Дарую жизнь тебе. Ты что свершил? Прелюбодействуя? Это не проступок. За это не казнят. Ты не умрешь. Повинны в том же мошке и печушке. Творите беззаконие. Вот дама. Взглянешь, добродетель. Лед. Сказать двусмысленности не позволит. Чиста притворно. Головой качает, едва услышав слово наслаждения. Но в сладострастие не жадней ее хорек или молодая кобылица. А не по пояс образ божества. А все, что ниже, черта достояния. Дай руку поцелую я тебе. Дай вытру сначала. У нее трупный запах. Читай вызов, который я им написал. Читай. Пустыми впадинами глаз. Чудак, чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой. Сейчас я покажу тебе фокус. Я все перемешаю. Раз, два, три. Угадай теперь, где вор, где судья. Виновных нет. Поверь, виновных нет. Берусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому. Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты. Снимите с меня сапоги, тащите. Какая смесь. Бессмыслица и смысл. Все вместе. Я знаю хорошо тебя. Ты глостар. Терпи. В слезах явились мы на свет. И в первый миг, едва вдохнули воздух, мы стали жаловаться и кричать. Какая шляпа славная. Вот мысль. Ста конем войлок замотать копыта и назеть ёб. Врасплох и резать. Бить без сожаленья. Бить без сожаленья. Не упускайте. Государь. Дочь любящая ваша. Пропал я. Не делайте бреда. Я ранен в мозг. У вас ни в чём не будет недостатка. Вы повелитель наш. Мы вам послушны. А, тогда совсем другое дело. Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. Прыг. 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 Привет вам, сэр. Привет. Что вам угодно? Скажите, где неприятель? Близко и в движении. Он может появиться каждый час. Благодарю вас за известие. Законное добыча в добрый час. Слепая ты голова судьбою сотворена, Чтоб мне богатство дать. Остановись, изменник нечестивый, по кассе молись. Я вынул меч, чтобы казнить тебя. Тогда пусть небо побольше силы даст твоей руке. Не бывать тому, ваша милость. Как смеешь заступаться, ты невежа за подлого злодея. Отойди. А то ты с ним разделишь ту же участь. Не бывать тому, ваша милость. Лучше не просите. Врач деревенщина или смерть тебе. Проходи. Проходи, господин, хороший путем дороженькой. И не связывайся с простым народом. И не поминай мне сделай милость про смерть, а то как бы вправду я не помер со страха. От старичка, от старичка подальше, подальше от старичка. А то тресну тебя по башке дубиной, посмотрю, что крепче. Проходи, голубчик, по добру, по здорову. Брочь, навозная кута. Не в защиту. Ты одолел. Возьми мой кошелек, похорони меня. Живи в достатке. Письмо, которое найдешь при мне, отдай Эдмунду Глосту. Он встань у англичан. Безвременная смерть. Нежданная. Он убит? Он умер. Но жаль, что не на плахе. Вот. Вот письмо. Вспомни наши обоюдные клятвы. У тебя много возможностей устранить моего мужа, было бы желание. Если он вернется победителем, я пропала. Тогда я его пленница навек, а этот брак моя вечная пытка. Освободи меня от этой постылой будущности, займи его место. Твоя жена, как хотел бы я сказать, и преданная гонорилья. Вдали бьет в барабан. Ну, батюшка, пойдемте. Пойдемте. В палатке во французском лагере. Лир спит. Около него врач. Входят Карделия и Кент. Великодушный Кент. Как мне воздать тебе за доброту? Мне не достанет ни средств, ни жизни. Полно. Этих слов достаточно с меня. Переоденься. Нет, королева. И боками с меня не узнавайте. Скажите, доктор, как здоровье, государь? Он спит еще. Угодно королеве мы его разбудим. Не время медлить, королева. Армии сходят. Хорошо. Поближе подойдите. Дорогой отец. Проснулся он. Заговорите с ним. Нет, лучше вы. Ну, как здоровье ваше? Как вашему величеству спалось? Не надо вынимать меня из гроба. Еще он плох. Он не вполне проснулся. Подождите. Где был я раньше? Где я нахожусь? Что это? Солнце? Я обманут всеми. Взгляните на меня. Взгляните на меня. Благословите. Что, вы на колени? Встаньте, сэр! Пожалуйста, не смейся надо мной. Я старый дурень, восьмидесяти с лишним лет. Боюсь я не совсем в своем уме. Признаться, я начинаю что-то понимать. И, кажется, я знаю, кто вы оба. И ты, и он. Прошу, не смейтесь надо мной. Поспорить с вами я готов, что это дитя мое? Корнелия? Да! Я! Что это? Слезы на твоих щеках. Да, я потрогаю. Да, это слезы. Не плачь. Дай яду мне. Я отравлюсь. Я знаю, ты меня не любишь. Сестры твои меня терзали без вины. А у тебя для нелюбви есть повод. Нет, нет его. Скажи, я нахожусь во Франции? Нет, в вашем королевстве. Прошу вас не обманывать меня. Государь мой, пожалуйте. Не будь со мной строга. Прости, забудь. Я стар и безрассуден. Я стар и безрассуден. Без последнего решения. Или он изменил его. Он весь в противоречиях. Пусть ответит точно. Слуга сестры, наверное, погиб? Я сам боюсь. Давайте объяснимся. Вы знаете, как я к вам отношусь. Так искренне. Скажите, милый Пластер. Вы любите мою сестру? Как брат. А вы к ней никогда не подбирались тайком от зятя? Бросьте эту мысль. Мне кажется, у вас давно с ней близости. Нет, герцогиня. Честью вам клянусь. Сестра невыносима. Я не кластер. Не будьте с ней близки. Никогда. Ну, вот она сама. И муж с ней. Герцог. Охотней проиграю я сражение, чем дам сестре меня с ним разлучить. Привет, сестре любимой. Как я слышал, король у дочери. И с ними все, кто недоволен нашим притеснением. Чтобы воевать, я должен быть в ладу своей совестью. И мой противник, французы, наводнившие наш край, а не король и прочие вельможи, которым есть в чем всех нас попрекнуть. Все это верно. Но к чему все это? Мы вышли против общего врага. Вот сущность дела, а не наше распри. Тогда я созову сейчас совет для выработки плана наступления. Я к вам сейчас приду, Шатек. Сестра, ты с нами? Нет. А лучше шла бы с нами. Несложная загадка. Я иду. Светлейший, уделите полминуты простому человеку. Говори. Я нагоню вас. Перед битвой, герцог, прочтите это вот письмо. И в случае победы пусть глашатый к вам вызовет меня трубой. Я нищ, но выставлю бойца, который кровью докажет все, что сказано в письме. Пошли судьба, успеха вам. Постой, прочту письмо. Мне не велели медлить. Придет пора, пусть вызовет герольта. Я сам явлюсь. Прощай. Займусь очтением. Герцог, враг показался. Стянем те войска. Вам нужно торопиться. Добрый час. Он Лира. Скордели ей намерен пощадить, когда их в плен возьмет. Того не будет. В моих делах опасно размекать. Я драться должен, а не рассуждать. поле, где сходятся французские и британские войска. Входит Эдгар и Глостер. Сядь. Сядь, дедушка, под деревом. Втяни. Молись, чтобы восторжествовала правда. И если я вернусь, скажу тебе, чего ты и не ждешь. Рами вас боги. Бежим, старик. Бежим. Король разбит. Его и дочь схватили. Они в плену. Бежим. Зачем бежать? Сгнию на этом месте. Человек невластен в часе своего ухода и в сроке своего прихода в мир. Но надо лишь всегда быть наготове. Бежим. Да. Ты совершенно прав. Британский лагерь близ Дувра вводит пленных Лира и Корделию. Солдаты приветствуют Эдмонда. Взять их под стражу, хорошо свечь, пока не вынесут им приговора. Нет. Мы не первые в людском роду, кто жаждал блага, а попал в беду. Из-за тебя, отец, я духом пала. Сама бы я снесла удар, пожалуй. А славные те дочери и сестры нас разве не покажут им? Нет. Нет. Пускай нас отведут скорее в темницу. Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты станешь под мое благословение, я стану на колени пред тобой, моля прощения. Так вдвоем мы будем жить, радоваться, песни распевать. Мы в каменной тюрьме переживем все лжеучения, всех великих мира, все смены их, прилив их и отлив. Отвесь их прочь. Курделия, мы неразлучны. Что это? Слезы на твоих щеках? Утри глаза. Чума их сгложит раньше, чем мы решимся плакать из-за них. Подохнут, не дождутся. Ну, ведите. Входят генерилья Рыганов, герцог Альбини. Сэр, вы сегодня выказали храбрость, вам улыбнулось счастье, враги у вас в плену, мы требуем их выдать, чтобы распорядиться их судьбой в согласии с честью и благоразумием. Я нужным счел больного короля под стражей отправить в заключение. Он трогает чувствительность солдаты возрастом и королевским саном. Дела корделей и короля дождутся подходящей обстановки. Спокойнее. Простите, сэр, я вас считаю подчиненным, но не братом. Смотря по титулу, какой я дам ему сейчас. Вперед вам не мешало вспросить меня. Он полководец мой и в битве представлял мою особу, как мой правоприемник, он ваш брат. Не хлопочи. Его и так заслуги возвысили без помощи твоей. Но я его поставлю рядом с вами. Особенно, когда с ним вступишь в брак. Насмешники хорошие пророки. Но это предсказал плохой пророк. Сестра, мне не здоровиться, иначе сказала брежче я. Воитель мой, бери мой край. Моих солдат и пленных сдается крепость. Все мое твое. Будь мне и господином, и супругом. Так он тебе и будет. Помешать такому шагу ведь не в вашей власти. Но и не в вашей. Разве? Мнимый брат. Вели бить в барабан и докажи мечом, что вправе ты принять мой титул. Стой! Я их арестую. Ты, Эдмонд, виновен в государственной измене совместно с этой золотой змеей. Ригана, я должен ваше притязание отвесть, как опекун моей жены. Она уже помолвлена с милордом. Хотите замуж, выбор вам один. Не занят я, а леди не свободна. Фиглярство! Глостер, ты вооружен? Вели трубить. И ежели на вызов никто не выйдет, доказать мечом, какой ты лжец, преступник и предатель. Вот мой залог. Я хлеба не вкушу, пока не докажу исходом боя, что ты все то, чем я назвал тебя. Мне дурно. Мне дурно. Дурно. Это и понятно. Я разбираюсь в ядах хорошо. Вот мой залог. И если кто-нибудь посмеет мне сказать, что я изменник, солжет он, как последний негодяй. Труби, герой! Готов со всеми биться, кто б не пришел с тобою, с этим, с тем, за честь свою и правду. Сам за тебя постой. Твоих солдат, которых ты мне нанял, своей властью я и распустил. Все хуже мне. Ей плохо. Унесите ее в мою палатку. Труби, герой! И огласи вот это. Если бы среди дворян и офицеров этой армии нашелся желающий силой оружия доказать, что Эдмон, выдающий себя за графа Глостера, лжец и предатель, то пусть он заблаговолит выступить вперед по третьему зову трубы. Противник готов к встрече. Труби! Еще раз! Еще раз! Труби! 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 Рыцарь! Кто ты? По имени и званию? Почему ответил ты на вызов? Имя мое утрачено. И клеветой загрязнено. Но я такой же знатный, как мой противник. Кто противник твой? Кто здесь? За графа Глостера Эдмонда! Он сам! Что скажешь ты? Так вынь свой меч! И если речь моя несправедлива, оружием мне воздай за клевету! А я по праву своего рождения, во имя чести рыцарской, и клятв пришел сказать, что несмотря на силу и звание, доблесть, молодость, успех и новую победу, ты предатель перед богами, братом и отцом. И перед этим герцогом изменник, и весь запятнан, с головы до ног, следами гнусной низости и грязи, скажи, что я не прав! Моя рука, мой меч и совесть здесь, чтоб в поединке все, в чем ты отопрешься, доказать! Трубите мой! Не добивай его! Ты жертва! Ты жертва! Козний гластер! По закону не бьются с неизвестными! Ты мог не отвечать! Тебя не победили, а взяли хитростью! Больше умолчать! Не то заткну вам рот бумагой этой! В письме ваш приговор! Записка вам знакома? Что ж, здесь моя держава, не твоя! Кому судить меня? Предел бесстыдства! Так ты записку знаешь, стало быть? Не спрашивай, что знаю я! Смотрите за ней! Она от горя вне себя! Я сделаю все, в чем ты меня винил и много больше! Время все откроет! Но кто же ты? Кому так посчастливилось со мною? Откройся мне, пожалуйста! Прошу! Меня зовут Эдгар, и я твой брат! Но боги правы! Нас за прегрешение, казня плодами нашего греха, за незаконность твоего рождения, мне глазами поплатился твой отец! Да! Да, верно! Колесо судьбы свершило свой оборот! Я здесь и побежден! Эдгар! Где ты скитался? Как проведал ты о бедствии их отца? Я разделял их! Лишь полчаса тому назад, пред боем, не будучи уверенным в исходе, благословить меня попросил. И тут все рассказал. Удар был слишком резок. Чересчур сошлись в нем радость и страдания, их столкновение сердце не снесло и разорвалось. Ты меня растрогал! Моей душевным благом, может быть! Пока я горько плакал, человек ко мне приблизился. Его встречал я раньше. Он пал на труп отца и рассказал о Лире и себе такую быль, которой свет не слышал. Казалось, струны жизни в нем порвутся. Он потерял сознание. Кто ж он? Кент, сэр. Изгнанник Кент. Переодетый, он следовал за королем своим. На помощь! Помогите! Что случилось? Что это? Почему хинжал в крови? Он теплый, он дымится, он из сердца! Она мертва! Кто мертв? Скажи скорей! Мертва супруга ваша! Закололась перед этим, отравив свою сестру! Она сама осозналась в этом! Я помолвлен с обеими! Теперь нас всех троих смерть обручит! Вот, Кент. Владыке своему и королю пришел я пожелать спокойной ночи. Как? Он не здесь? Про главное забыли? Жизнь, жизнь ускользает. Перед смертью сделать я хочу добро, хоть это непривычно мне! Скорее! Пошлите в тюрьму! Немедлите! Я дал приказ лишить Карделию Лира жизни! Скорее! Немедлите! Кому приказ был отдан? Дай знак от смены! Возьми мой меч и моему дефицату! Скорее! Твоя жена и я распорядились, чтобы Карделию в тюрьме повесили! Сказал, что это сделано самую ею! В отчаи и не скорее! Возьмите кто-нибудь его отсюда! Скорее! И снова знакомая нам телега. Теперь ее толкает одинокий, сагбенный лир. Вот он, последний путь горделей. Вопите! Войте! Войте! Вы из камня! Да, имея столько глаз и языков, тведь рухнула. Она ушла навеки. Да что я, право, мертвый от живой не отличу. Она мертвее праха. Не даст ли кто мне зеркало? Когда поверхность замутится от дыхания, тогда она жива. Нет ли час кончины мира? Исполнение сроков. Конец времен и прекращение дней. Перо пошевелилось, оживает. Ах, если это правда, этот миг искупит все, что выстрадал я в жизни. Господин мой, лучше уходи. Ведь это Кент, он друг ваш. Пропадите, убийцы, подлецы! Я б спас ее, а вот теперь она ушла навеки. Корделия, Корделия, чуть-чуть, повремени еще. Что ты сказала? Ах, у нее был нежный голосок, что так прекрасно в женщине. Злодея, тебя повесившего, я убил. Да, господа, он это правда сделал. Кто вы? Я плохо вижу. Судьба нас двух любила и терзала. Один из них пред вами. Здесь темно. Скажите, вы не Кент? Ну да. Он самый. Слуга ваш Кент. Я с первых ваших злоключений шел за вами по пятам. Я рад вас видеть. Все же остальное. Ужас, мрак, печаль. Две ваших старших дочери в порыве отчаяния покончили с собой. Да, кажется. Он, видимо, не знает, что говорит. Эдмонд скончался. Нам не до него! Вот что я задумал. Чем только можно будет облегчить великого страдальца злую участь, все обещаю сделать. Нашу власть передадим ему до самой смерти. Кто верен был, вкусит плоды добра. Кто изменил, осушит чашу горе. Смотрите, что с ним. Видите? Мою бедняжку удавили. Нет, не дышит. Коню, собаке, крысе можно жить. Но не тебе. Тебя навек не стало. Навек. 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 Мне больно. Пуговицы расстегните. Благодарю вас. Посмотрите, сэр. Вы видите? Взгляните на нее. Смотрите. Смотрите. Ее уста. Смотрите. Смотрите. Он в обморок упал. Мой государь. Очнитесь, государь. Не мучь. Оставь покоя. Дух его. Пусть он отходит. Кем надо быть, Чтоб вздергивать опять Его надыбу жизни Для мчений? Он Умер. Удивительно Не то. Где силы Брал он, Чтобы жить так долго? Несите мертвых. Наш ближайший долг Оплакать их. Друзья мои, Вы оба мне опора, Чтобы вывести край Из горя и позора. Не смею, Герцог Сборами тянуть. Меня король Зовет. Мне надо В путь. Придайтесь Скорби, С чувствами не споря, Всех больше Видел старец В жизни Горе. Нам, Младшим, Не придется, Может быть, Не столько Видеть, Не так долго Жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok